МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь дней истории». Сегодня мы будем говорить о советской истории. Я Олег Будницкий, тема сегодняшней передачи «Кумиры советского народа». Михаил Ботвинник. Люди страны советов любили спорт. Конечно, футбол, конечно, хоккей, русский хоккей. О канадском тогда мало кто знал. Лыжи, коньки, конечно, легкую атлетику и многое другое. Но вот беда. Ни футболисты, ни хоккеисты, ни легкоатлеты не могли помериться силами с лидерами мирового спорта. Советский союз не участвовал в Олимпийских играх, этих буржуазных забавах. Да и страшновато было, а вдруг проиграют представителям этого самого буржуазного спорта. Да и как было выходить, например, на мировые чемпионаты по футболу, если уже состоялось два мировых первенства, а в СССР еще ни одного всесоюзного чемпионата. И так получилось, что единственным видом спорта, правда, видом спорта особого, интеллектуального, представители которого вышли на мировую арену и померялись силами с лидерами мирового рейтинга, говоря современным языком, стали шахматом. Советский союз был, пожалуй, первым государством, который серьезно вложился в развитие шахмат. Перевонял шахматы и к искусству, и к спорту, причем к виду спорта весьма престижного. В 1925 году шахматный чемпионат СССР проводился в бывшем Великого княжеского дворца, а в том же году произошло величайшее событие в шахматной жизни Советского Союза тех времен, да и одной из величайших в мировой шахматной истории – Московский международный шахматный турнир. Это был первый турнир, который полностью оплачивала страна, его принимавшая. Среди участников были Хасер Олька Пабланко, Эммануэл Ласкер, действующие и бывшие чемпионы мира, а также ряд блестящих практиков и теоретиков шахмат, таких как Маршалл, Тартаковер, Ретти, Шпильман. Великий кубинец Хасер Олька Пабланко, который не переставал восторгаться приемом, который был оказан ему в Советском Союзе и тем, что все, буквально все было оплачено, он дал несколько сеансов одновременной игры, в том числе в Ленинграде, для подрастающего поколения. И надо же, проиграл одну партию. А может быть не проиграл Капабланко, а выиграл партию 14-летний перворазрядник, которого звали Михаил Батвинник. Батвинник сделал стремительную шахматную карьеру. Очень быстро настал мастером, выиграл чемпионат СССР и начал занимать призовые места и побеждать в международных турнирах. Очень быстро шахматисты Советского Союза поделились на две категории – Батвинник и остальные. Когда Батвинник стал достигать серьезных международных успехов, попал под покровительство первых лиц страны, ни больше, ни меньше. Сам глава официальный советский шахмат, нарком юстиции Николай Крыленко, однажды инициировал дорогой подарок потенциальному чемпиону мира. А именно так стал Батвинник рассматриваться в середине 30-х годов. Автомобиль. Но, конечно, не это было главным. Самым главным было позволение выезжать за границу и участвовать в крупных международных турнирах. Более того, еще до начала войны Батвинник получил разрешение от самого Молотова вызвать на матч тогдашнего чемпиона мира. Пикантная ситуация заключалась в том, что чемпионом мира был русский Александр Алехин. Русский эмигрант. И, несомненно, что это решение было не только спортивное, но и политическое. Батвинник был уверен, что за принятием этого решения, переданного ему Молотовым, стоял лично Сталин. Кстати говоря, Батвинник был удостоен не только материальных благ, но и получил высокую, по тем временам, правительственную награду, орден в знак почета в 1936 году. Это был редкий спортсмен-орденоносец. Да не только спортсмен. Орденоносец тогда – это было явление не столь часто. Заметим при этом, что при всем том, что Батвинник, несомненно, был убежденным советским человеком и как будто бы разделял коммунистическую идеологию, несмотря на то, что он получил всяческую поддержку от государства, он никогда не сделал ничего такого, что запятнало бы его имя. И никогда не подписал никаких писем ни по какому поводу. Даже в поле тех шахматистов, которые оставались на Западе. Ни тогда, ни потом. Но, увы, война помешала матчу, который, несомненно, вошел бы в историю шахмат. Матчу Алёхин-Батвинник. После окончания войны переговоры о матче на периодство мира с Алёхином возобновились. Но, увы, этот матч так и не состоялся. Алёхин умер, и Батвиннику пришлось доказывать, что он лучший в матч-турнире за звание чемпиона мира в 1948 году. Батвинник выиграл его с блеском. И на последующие 15 лет с небольшими перерывами стал шахматным королем. Можно сказать, что из шинели Батвинника, а точнее из его шахматной школы, вышли впоследствии и Карпов, и Каспаров, и множество других выдающихся шахматистов. Очень немногие понятия, с которыми используется прилагательное «советский», выдержали испытания времени. Одно из этих редких понятий — советская шахматная школа. подлинным основателем, патриархом которой был Михаил Батвинник. Всего вам доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказывали о советской истории. Завтра будем говорить о всемирной истории 20 века.